Правильно, на самом деле это не к маргиналу бы относилось, это скорее относилось к Василу, как ни странно. Как ни странно, к Василу по преимуществу. Хотя я не помню, может я это и в контексте просмотра видео маргинала, да, сказал. Может быть. Так, доказательства, доказательства. Ну, надо доказать любую систему доказательства или аргументации. Система аргументации есть на Востоке, их много, их много на Востоке. В Европе их вообще-то тоже не одна. Ну, с другой стороны, понимаете, в чем проблема? Маргинал не доказал свою систему доказательства. Вообще, он даже не пытался. Вот все. Тут вообще плевать. Он просто прицепился к слову, как раз, да, к слову аксиомы. Ну, аксиомы Александр неправильно употребил, и что, типа слит? Хм. И ввиду этого нужно доказывать аргументационные системы, системы доказательства, что является аргументом, что не является. Почему? Причем, да, в разных системах доказательства разные аргументы. Ну, то есть, разные вещи являются аргументами в разных системах доказательствах, как не с рада. А то, что убер-маргинал является представителем, ну, то есть, фанатиком одной системы, то есть, догматическим, вообще фанатическим, вообще неприемлющим вообще другие системы ни в каком виде. Вообще ни в каком виде. Вот. Как бы не делает его только по этому правам. Логик очень много. Именно вот эти логики, как системы доказательства, как системы, которые позволяют нам приводить какие-то аргументы, создавать. Я же указал в донате. Что вы указали? Простите. Что там? А. Да нет же, а не ты. Кто где? Мне кажется, приматерин, 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 все равно, Маргос, вид, разве нет? Ну, я разбираю, разбираю просто. А как же выбрать систему доказательств? Цунадо обычно это происходит в зависимости от того, в какой культуре вы родились. Все. Либо какой философской школе вы принадлежите. Да, у нас рекурсия. Поправьте его еще в одном. Да, но тут никто кого слил, надо просмотреть. У Маргинала вообще, ну, европейская логика, и в итоге вот современная логика одна из самых развитых. Почему? Если мы исходим из аксиомы, то получается, что система доказательств, они не доказаны. Ускоряем. Если они не доказаны, ну, опять же, по Аристотелю, опять же, по убеждению Аристотеля, мы можем сказать, что их можно отвергнуть без дополнительного доказательства. Да, этот тейк был адресован вообще Василу изначально. Я просто зашел на стрим к Василу, и там какие-то чуваки начали угорать над тем, типа, о, Шадов сказал, что надо доказывать доказательства, лол, типа. Ну, и Васил попытался доказать доказательства. Ну, и вот мой тейк был адресован изначально к Василу. Что такое аксиома? А что такое аксиома? То есть мы взяли и избежали вообще всего. Положение принято, в общем-то, на веру, без доказательства. Чем она отличается от догмата таким образом? Ну, аксиома от догмы почти ничем не отличается, на самом деле. Догмы могут включать в себя доказательства. Ну, я здесь, на самом деле, накосячил отчасти. Догмы и аксиома, в принципе, отчасти одно и то же. Суть и догмы как убеждение. Они, в принципе, работают с доказательствами. Они включают в себя доказательствами. Аксиома часто принимается на веру. Я понял, Богдан. Я понял. Я просто продолжаю раскрывать, почему. Я понял, я понял, что вы написали. Все отлично. Все отлично. Продолжаю углублять, в общем-то, данные аспекты. А что еще делать? Заказано видео, надо его хорошо откомментить. Доказательства – это вывод теоремы из аксиома. Да. В геометрии, например, да. Да. Только доказательство может ничего не доказывать. Когда доказательство находится внутри идеальной системы, идеальная система – математика, язык и логика. Когда они сами просто внутри себя и не претендуют на познание реального мира, ну, нам как бы похеру. Они просто есть, они сами по своим законам каким-то образом работают с помощью аксиом. Тогда аксиомы мы можем не принимать на веру. А когда та или иная логика, та или иная система претендует на какое-либо познание, чего-либо там реального, вот тогда начинаются проблемы. Ну, или иначе мы должны были бы сказать, что все, ну, наука недостоверна, философия недостоверна, мы ничего не находим, мы ни к чему не приближаемся. В принципе, во всем мире нужно сомневаться. И я такой, да, я согласен, я абсолютный скептик, я и так во всем сомневаюсь, друзья. А если нет, если мы не согласны, если мы хотим что-то доказать в реальном мире, то, ну, как бы мы должны утверждать, что аксиомы наших идеальных систем не просто, не просто это аксиомы, не просто аксиомы. Они в том числе принимаются на веру, они в том числе претендуют на познание реального мира. Учение Карла Маркса верно, потому что оно истинно, спрашиваться надо, это аксиомы или догма? Да, без разницы. Просто понимаете, аксиома может не быть догмой в том смысле, что она может не браться на веру, если мы, например, играем в шахматы. Мы играем в шахматы, и что там аксиомы? Аксиомы это правило, по которым мы играем в шахматы. Тут уже вопрос, как мы будем применять эти правила? Мы верим в эти правила, работают ли они в реальном мире или не работают они в реальном мире? Если мы верим, что они работают в реальном мире, если мы верим, что мир строится, работает так же, как и шахматная доска, например, тогда это догма. Если мы просто играем в шахматы, а потом говорим, да ну нахер, я не люблю шахматы, там сбрасываем все фигуры с доски, и все, это даже неинтересно, это тупая игра для быдлов, все, до свидания. Тогда мы играли по определенной аксиоматической схеме, но нам наплевать. В итоге нам стало наплевать. А как отделить аксиому от наеба? Непонятно. Читали ли вы Джеймса Глейка Хаус Создание новой науки? Если да, что думаете? К сожалению, не читал. Я вообще много современных в них не читал. То есть аксиомы это предпосылка, чтобы что-то доказывать? Да, но иногда это, вообще в большинстве случаев, эта предпосылка принимается на веру. То есть так или иначе, то есть не к... Ну, то есть, например, геометрические, даже геометрические аксиомы, они не просто так принимались... Не просто так говорили. Ну, ну давайте, просто примем. Вот есть точка, есть прямые. Просто пифагорейцы реально верили. Пифагорейцы и платоники в итоге. Ивклит, который был платоником, они реально верили в существование этих чисел, этих геометрических объектов. Из этих геометрических объектов состоял ебаный мир, как бы. Они верили в то, что вот все вот так вот устроено, и это имеет значение для целого мира вокруг, для всего мира вокруг. Прям не просто описательная система математика была, она была частью этого мира для них, как бы. Они первые предложили работать с аксиомами, таким образом, геометрически. Как ни странно. Необходимые условия. Для того, чтобы нам доказать какую-нибудь теорему в геометрии, нам необходимы неопределяемые понятия, вроде точек. Да, но проблема в том, что они постулировались как существующие. Аксиомы такие, как вот аксиомы, геометрия геометрии. Да, но проблема в том, что они постулировались как существующие. Напоминаю, что в физике Платона в Тимее написано, что мир состоит из прямоугольных треугольников, которые складываются в более сложные фигуры. Платоновские тела можете тоже загуглить. И все эти геометрические фигуры существуют, во-первых. А во-вторых, являются фундаментом для нашего мира. Они являются архе. Вот. Через две точки можно только две параллельные прямые провести. Да, но опять же для греков эти точки существовали. И так далее. То есть, когда это появилось, это все существовало. Когда-то считалось, что это все существует. Они недоказуемы. Ладно, допустим, маргинал относится к аксиомам внутри логики, и внутри геометрии, и внутри математики, как, знаете, к инструментам. Следующий вопрос. Но есть же догма применения этого инструмента. Мы применяем этот инструмент к миру. Мы пытаемся с помощью логики разрешить проблемы, которые существуют в мире. Это догма. Это не аксиома. Мы ее применяем. И мы довольны результатами. То же самое с математикой. Мы их применяем. Мы довольны результатами. Что-то доказывается, что-то не доказывается. Наши позиции мы считаем более обоснованными, чем позиции наших оппонентов. Как минимум уже. То есть, там, не знаю, все эти хрюсы противные, ужасные, антисиентисты. Все это дебилы. А вот наши концепции намного лучше, намного обоснованнее. Мы стремимся к истине. Мы молодцы. Это тоже догма. Только если мы немножко вот в другую сторону посмотрим. А не на сами аксиомы. По определению. Потому что они нужны для того, чтобы доказывать. Они по определению изначальному античному греческому нет. Нет, они существовали. А потом, со временем, да, так получилось. Просто математика приняла инструментальный характер. То есть, христиане не очень-то хотели верить в математику как таковую, чистую. Но, с другой стороны, математику было удобно использовать. Математику для исследования каких-то практических вещей впервые, насколько я понимаю, начали использовать арабы. Сколько еще разбор маргинала? Да там, до 50-й минуты немножко. Но я могу долго об этом говорить. Это очень интересная тема, очень долгая, очень философская. А номинализм не сводится к отрицанию математики. Правильно, угнетатель. В том числе, математика просто вот, ну, не подходит под номинализм, потому что она работает с абстракциями. Чтобы доказательства были вообще. А зачем нам то, чтобы доказательства были вообще? Это догма какая-то. Нам нужно, чтобы у нас были доказательства вообще. Или мы просто хотим, чтобы они у нас были? Мы верим, мы желаем, чтобы они у нас были? Или это как-то доказано? Нам нужно, чтобы они у нас были? И тогда мы познаем или нет? Или как это работает? трудно трудно это на самом деле очень трудно работает но то же самое в принципе в любой системе шадов служит маргинала сейчас больше денис формальном языке то есть любые доказательства в просторечии слова доказательства используется конечно как угодно что угодно что убеждает другого человека но не то чтобы в просторечии еще у аристотеля и еще даже убер маргинал читал лекцию про аристотеля где он упоминал что аргументом так или иначе может служить аргумент логический аргумент к пафосу и аргумент риторический стопа нет наоборот нет сейчас я забыл логический диалектический и риторический то есть это три рода аргументов которыми можно описать практически очень многие по крайней мере способы переубедить оппонента ну например риторический это с помощью пафоса какого-нибудь попробовать надавить на своего не знаю противника задавить его пафосом и противник переубедиться как бы так это может работать аргумент аргумент только немножко в другом смысле маргинал очень часто любит прыгать от такого как раз вот понимания обывательского или аристотелевского к пониманию современной логики что там современной логике есть аргумент а потом внезапно что такой вот не в современной логике есть аргумент в более широком смысле это очень удобно это очень удобно по века является доказательств это очень удобно но на самом деле логические доказательства в принципе мало кому свойственным начнем с этого поэтому когда мы работаем с чьими-то системами доказательств и чьими-то тейками мы всегда понимаем вот эти вот тейки как в более широком смысле аргументы не как логические аргументы логическими аргументами вообще мало кто пользуется это ну это даже не интересно многим Если бы мы претендовали на исследование этих логических аргументов, ну вот вы практически ничего бы не называли аргументами. Просто-просто практически вообще ничего. То есть мы берем, не знаю, споры двух ученых. Они спорят не логиками, они пытаются спорить фактами, высказываниями, которые не всегда построены по логической схеме. Продолжаем. Ну, Тантал пишет, Никсель Пиксель ввела новый способ переубеждения синдрома жертвы. Но апелляция к тому, что ты жертва, это риторика. То есть Аристотель это бы описал как риторика. Это вполне нормально. Это вполне нормальный способ переубедить кого-то, ну то есть, ну вас пожалеют. Тем более, понимаете, в какой области, да, это, во-первых, не Никсель Пиксель придумала, это, во-первых. Во-вторых, это может подействовать именно в той области, на которую она пытается давить. То есть политика и этика. Политику и этику очень сложно свести к логике, ну потому что всем насрать на логику в политике и этике, как бы, ну, всегда было насрать и всегда будет, и логика там, в принципе, не работает, и сами логики, в принципе, готовы с этим смириться чаще всего. То есть, этические постулаты не сводятся непосредственно. Ну, в общем, вот, все, я сбился на чат ДНД, не очень мудрые мысли написал, но вроде не мне. Логика в этике, деонтологическая логика, ты что? Ты что? Ты что? Адеонтическая логика. Ну, окей, хорошо. Только логика к этике все равно не сводится. Большинство этик так или иначе не имеют никакого отношения к логике. Всем плевать. То есть, всем плевать. Попытки свести этик, логику к этике, ну, то есть, логику и этику как-то связать, но это попытки. Говорили «дакань», в повелительном наклонении было такое слово. Ну, это же просто речи. Ну, типа, люди говорят... Аристотели речи, почти что. Как получится. Ну, и аргументом тоже принято называть все, что попадется. Все, что может переубедить оппонента. Все, что претендует на то, чтобы переубедить оппонента. Обычно так. Обычно это подразумевает под аргументом. Убеждает человека, хотя бы призвано убедить другого человека по чьей-то правоте. Но, опять-таки, это несостоятельное понимание того, что такое аргумент. Несостоятельное по мнению убер-маргинала и людей, которые работают с современной логикой. Как я понимаю, все. Несостоятельное, потому что определенная секта людей, то есть, современной логики. Не согласны, что это аргумент. Супер. Супер. Ну, просто вот то определение, которое маргинал изначально перечислил. Аргумент, как нечто, предназначенное для переубеждения другого, он более универсальный. То есть, под это определение мы можем подогнать очень много различных явлений в интеллектуальном мире. Как индийские, в общем-то, аргументы. Индийская система доказательств. Там тоже, получается, есть аргументы. В китайской системе доказательства есть аргументы. То есть, если бы он пользовался тем широким определением, ну, как бы он мог с помощью этого определения описать куда большее количество явлений в области аргументации. Вот такой именно аргументации, которая пытается что-то кому-то доказать. Маргинал просто выбирает более узкое проблемное поле. Как я понимаю, у него хорошая база, логическая база. Он, в общем-то, в университете отучился хорошо, замечательно. Просто при этом он нам все равно ничего не доказывает в данном случае. Он не доказывает нам доказательства. Он не доказывает нам логику. Он говорит, ну, смотрите, вот у нас так это так-то устроено. И при этом, знаете, что еще? Знаете, что еще-то на самом-то деле? На самом-то деле это несостоятельно, как говорят люди-обыватели. Обыватели дураки. Аристотель, наверное, тоже дурак. И все, кто используют слово доказательства, не в смысле логиков, тоже дураки. И вот мы, логики, замечательные, потрясающие логики, вот мы-то знаем, что такое аргумент. Плевать, что обычно, вот за всю, на протяжении всей истории человечества это слово использовалось вообще в разных значениях. Не важно, что под этим словом может восприниматься вообще, там, не знаю, широкий спектр различных интеллектуальных явлений в спорах. Да, очень обширный спектр. Но мы будем апеллировать к мнению одной определенной секты. К одной определенной секты. Прикольно. Причем очень хорошие, очень развитые, очень умные секты, но будем апеллировать к ним. Без аргументации почему? Аргументации, потому что. Понятное дело, что тогда что угодно может быть аргументацией. А, потому что все, что угодно, иначе можно так назвать. Ну, понимаете, тут в чем вообще проблема? Убер-маргинал, он, наверное, не очень серьезно ко мне, в принципе, относился на стриме. Не так, чтобы я огрызался на него, знаете. Вот сейчас я, по сути, ну, практически каждое слово его могу разобрать. Понимаете, да? Я постепенно кушаю все, что он говорит, съедаю. На стриме я был довольно спокойный. Он, видимо, отвечал довольно спокойно. Я думаю, он мог бы куда больше и подробнее ответить на мои уже последующие вопросы. Как же тогда аргументировать споры, кроме как логики? Кое-как много и научных свидетельств. Иначе все, что угодно, аргумент. А вообще, если мы будем апеллировать к разным культурам и к их разным системам доказательства, то получится, что, да, практически все, что угодно, аргумент, это просто культурологический факт. Как ни странно. Очень много различных подходов к доказательству существовало и до сих пор существует. С этим, это просто факт, с этим приходится смириться. С другой стороны, надо как-то обосновать, а почему мы выбираем именно одну логику и именно научные свидетельства? Почему именно ученые должны о чем-то свидетельствовать нам? Почему мы именно эту секту людей выбираем как свидетелей важных, как интерпретаторов опыта? Почему именно они? Потому что, ну, они дают какие-то, не знаю, практические, практическую пользу нам какую-то дают. Окей. Окей, хорошо. Хороший критерий, но тогда это все равно к истине не имеет никакого отношения. Мы должны тогда признать, ну, ученых мы используем в таком смысле. Ученым мы даем приоритет только потому, что их изыскание в итоге приводит к практическим достижениям. Но аспект истины нам тогда придется, ну, как бы немножко от ученых отстранить, ну, потому что все еще спорно остается. Все еще спорно, имеют ли они какое-то к этому отношение. С логикой то же самое. Аргумент, прежде всего, подразумевает наличие логической формы. Ну, в логике, да. То есть это некое частное применение некой логической формы. Значит, то есть состоящее, понятное дело, из моего предпосылок и одного вывода. Да. Ммм, Богдан, в том трабл, что есть несколько определений истины, и по сути это тупо разные слова, Богдан. Понимаете, в чем дело? Истина, как прагматика, ну, это просто изменение значения слова истины на чуть ли не противоположное. Это просто когда нам уже неинтересна истина, и мы просто, ну, хотим, чтобы практикой заниматься. Все, и мы говорим, что практика это истина. Все, нахер вопрос об истине вообще. Нам не важно, соответствует ли на содержание нашего ума реальности мира. Вот. Если нам уже плевать на это, соответствует ли содержание нашего ума реальности мира, то мы просто даем другое определение логики. Ой, не логики, а истине. Если мы даем другое определение истины, то это уже не та самая истина. Все, это просто уже другое слово. Мы можем сказать, что истина это просто непротиворечивость, например, наших высказываний в соответствии с системой логики, вот той, которую маргинал сейчас там, не знаю, защищает. Можем и так сказать, но это уже тоже, это уже третье определение истины. Ну у тебя корреспондентский критерий, у меня самый древний критерий истины, Богдан, понимаете в чем дело? Это тот критерий, из которого слово истина и взялась, по крайней мере в греческой культуре. А все остальные критерии, так скажем, все остальные критерии истины, это уже наживное, это уже извращение этого данного слова. То есть если вкратце... Ну то есть вот эта вот теория истины корреспондентская, она превалирует над остальными, потому что она раньше. И слово истина к этой теории, ну вот подсоединилось значительно раньше. Все прочие теории, они вообще о другом просто. Как ни странно, они просто о другом. Я не понимаю, почему их называют теориями истины. Это очень странно. То есть я за немного более строгие понимания того инструментария, которым пользуются философы. А почему философы должны пользоваться логикой? Какой-то фрик Аристотеля создал формальную логику в античности, А потом ее развивали в средние века благодаря, по сути, тому, что христиане уничтожили всех оппонентов, не знаю, Платона и Аристотеля. Хотя и платоников Аристотеля и всех учеников тоже, ну, как бы бомбанули практически. Но платонизм и аристоклизм в итоге прижился в средневековью философию вообще-то. То есть все оппонирующие течения были тупо уничтожены. Тупо уничтожены, как бы, так или иначе. Не всегда физически, иногда просто закрывались школы. Вот почему логика, кстати, и победила. Как система доказательства. Среди, в общем-то, тех вариантов, которые были предложены греками. Только греками. Это странно. Этот самый древнегреческий критерий, корреспондентский критерий, там плохо написано. В общем-то, соответствие содержания ума предмету нашего исследования, да, это античники придумали, это уже у Аристотеля есть, у Платона. Да и вообще, в принципе, все, даже десократики придерживались этого критерия. В противном случае под философию подпадает вообще что угодно. Да, под философию подпадает вообще все что угодно, кстати. Так не странно. Ну, в принципе, я не ожидал, что мы здесь найдем что-то общее в данном случае. Я опираюсь в том числе на исследование восточной философии. Ну, не только восточной, на самом деле. Я, правда, не имею еще представления о том, какая философия была в Финикии, например, и в Египте. И, ну, по сути, тот же замечательный Диоген Лаэрский, когда рассказывал нам непосредственно о греческих философах, он обмолвился, что у греческих философов были предшественники. Правда, знаете, что он сказал? Ну, конечно же, они не были философами. Почему они не были философами? Потому что они не были греками, потому что Диоген Лаэрский был гребанным тупым националистом, как бы. Он фашист. Он фашист. Вот. То есть греки вообще очень любили делить, там, не знаю, вот мы эллина, вот все эти тупые мразоты, это все варвары, это фу, это все, это низкий сорт, это тупари, это быдло, мусор, как бы. Вот. Поэтому, конечно же, Диоген Лаэрский предпочитал говорить о том, что вот те вот быдло и мусор, они не являются философами. Ни одна из тех культур, там, египетская, финикийская, они не породили философов. А вот у греков, а вот у греков замечательных было много философов, вот. Поэтому я на самом деле думаю, что и не только у греков, и у египтян, и у финикийцев, там какой-то мох был известный философ, первый атомист вроде бы как даже. И у китайцев, и у, не знаю, у индусов, и вообще много у кого, наверное, философы были у инков, у индейцев вообще в принципе и так далее, и так далее, и так далее. Просто с индейцами, инками и так далее у нас текстов мало, мы не можем это подтвердить. Скорее всего были. Для меня философ это любой человек, который создает новые идеи, новые мысли, предлагает новые мысли и пытается их доказывать. Да-да, Диоген еще и про кельтов говорил, и про магов всяких. Да, Тантал, понимаете, в чем дело, он перечисляет множество различных людей, которые излакали вроде бы философские идеи, но при этом он не называл их, в общем-то, философами. Все. Вот как бы и все. Он просто сказал, нет, это не философы, потому что они не греки, а вот греки это топ, греки это супер. Маргинал, по сути, является жертвой, вот я даже сейчас не хочу его оскорблять ни в коем случае, просто многие люди являются жертвами, даже профессора в наших русских вузах, являются жертвами того самого греческого фашизма, так скажем. Это очень странно. А кто в бочке жил, не напомнишь, Диоген Синопский? А я сейчас говорю о Диогене Лаэрском. Я понимаю, что Анатолий, видимо, не считает восточную философию вполне философией, но систем было очень много. Сейчас, да, систем было различных очень много, различных много систем доказательств. Например, там, не знаю, силогизм и няя логики, тоже такая интересная тема, но ее тоже обсуждать, наверное, сейчас тоже не стоит. Какую систему доказательств тогда выбрать? Какую логику? Есть их несколько вообще, в принципе, несколько сущностей, претендующих на звание логики, с помощью которой мы можем работать. Надо доказать. А никто это обычно не доказывает. Логики занимаются своей логикой, у них своя специальность, они над этим работают, они с этим разбираются, да. То есть, я, например, не против логики. Я против того, чтобы ставить логику, вот эту вот, которую любит Анатолий, на первое место. Просто Юра пишет имя Данилевский. Данилевский хорошее имя. Действительно, назови русских философов. Данилевский один из немногих хороших философов и культурологов России. Лосев очень силен, хороший, замечателен. Все. Пятигорский там плюс-минус и не знаю, хорош тоже. Умардашвили плюс-минус, тоже интересные мысли у него есть. А на самом деле мало. Мало кто мне нравится из русских. Напоминаю, да, что я русофоб. Альтернатива. Альтернатива, кстати, чаще всего уже не прорабатывается даже сейчас. То есть конкурирующий проект... А, да, кстати, почему системы доказательств в итоге, в общем-то, были отвернуты, друзья. Напоминаю вам. Европа стала настолько сильной, что с помощью своих технических достижений начала, в общем-то, мочить всех остальных. Напоминаю, да, почему, в общем-то, выбрали непосредственно европейский стиль мышления практически по всему миру в итоге. Потому что они логики, потому что они ближе всех к истине были. Нет, потому что у них оружие было самое мощное, самое современное. Они с помощью него начали всех мочить. Начали устраивать опиумные войны. И не только опиумные войны. Вообще много различных... Вообще хвастались своими, в общем-то, техническими наработками перед японцами. И не только перед японцами. Потому что англичане завоевали ёбаную Индию, например, тоже как бы. Ну, как бы, друзья. Сделали колонии, практически весь мир. Просто напоминаю, друзья, по какому принципу, по какому... ...было решено, какая логика будет доминировать. Вот по какому принципу. Ну, то есть, смотрите, с тем же самым опломбом я... Я, в общем-то, человек, метр восемьдесят семь ростом, в хорошей физической форме, в споре с обермаргиналом, мог бы дать ему по лицу апперкотом. Он бы упал от этого. Я бы ему сказал, ну всё, Анатолий, неая логика сегодня победила твою логику. Я ж сильнее тебя, получается. Сильнее, сильнее, значит, я победил. Вот по такому принципу и решалось. Какая, в общем-то, логика была сильнее, как ни странно. Проекты, они как бы, ну, просто продули ввиду того, что европейская цивилизация победила в игре нашей, мировой, философской. Ну, не только философской, именно в мировой политической игре она победила. И во многом из-за того, что она создавала оружие. Просто индусы... Что делали индусы, напоминаю, как бы? Сейчас. Как бы, не знаю, я перекрестил ноги. Вот так вот. Вот так вот делали индусы. Омма. Омма. Вот так вот они делали, как бы, в течение двух тысяч лет. Они вот так вот делали. 2500 даже. 2500. Они омма. И их логика, ну, то есть, они спорили о том, чей ом круче, по сути. Чьи психофизические практики круче. Они даже не пытались создать оружие, понимаете? Они были защищены гималаями. Им было вообще плевать долгое время, чья логика круче. Чья система более практична. Кто круче оружие изобретет. Им просто было плевать. У них гималайи, понимаете? И к ним практически никто проникнуть не может. Они сами с трудом выбираются оттуда, как бы, из этого полуострова своего гребаного. Им хорошо. Им насрать. Им просто насрать. Они ничего не изобретали, поэтому, по большей части, им плевать даже на историю во многом было. Ну, по большей части, из-за этого. Они были защищены. Ну, то есть, ну, блин, ну, ну, тупо все. Кто сильнее, тот и прав, получается. Окей, Фросимах. Но Фросимах был софистом тогда, получается. Значит, софисты круче Аристотеля и Платона. Фросимах как раз был за справедливость сильного. А Сократ был против справедливости сильного. И Платон был против справедливости сильного. И еще Аристотель был против справедливости сильного. Ну, что делать? Что делать? Что делать? А сейчас, оказывается, это тейк. Это очень мощный и сильный тейк в поддержку одной единственной системы логики, благодаря которой кто-то там победил. Ну, как-то у нас так. А, Северный Индостан, пишут, был довольно открытой областью, и его пересекали многие захватчики. Но тут, да, такое есть. Но все равно сверху как бы перекрыто. Вообще, естественные преграды, они очень сильно помогают государству и не дают его завоевать, так скажем. То есть у людей, которые пытаются туда проникнуть, возникают определенные сложности, естественные сложности, которые никак не связаны с техническими достижениями народа, который там живет. Получается, что на достижениях булевой логики, то есть логикой высказываний, принято называть, у нас работает такое изобретение, как логический вентиль, соответственно, микросхемы, соответственно, компьютеры. Окей, а не могло бы все это работать на других принципах? Тут уже следующий вопрос возникает. Могли бы мы использовать другую систему логическую, например, не я, а логику, пятичленный силогизм, для того, чтобы все это работало? Ну и в каком смысле используются непосредственно вот эти вот операции логические? Тут тоже надо понимать. Они лежат в основании или под них подстраивается техника? Это тоже два разных вопроса. Если мы специально подстраиваем технику под определенные логические операции, потому что они являются наиболее простыми, ну это уже такое. Это не имеет ничего общего, в общем-то, с качеством этой самой логики. Почему мы должны вообще ее выбирать среди всех? Ну, на, значит, суждениях Конфуция особо ничего построить не получилось. Получилось построить китайскую культуру. Конфуцианство в итоге победило в Китае. Китайская империя функционировала во многом по правилам конфуцианцев. Конфуцианцы нередко были при дворе. Конфуцианцы очень важные, крутые, интересные. Байтер ебучий. Окей, спасибо за 50 рублей. Я согласен, я ебучий байтер. Гастробайтер. Хорошо. Так вот, продолжаем. В чем заключается-то проблема? В чем проблема-то я забыл? В принципе, даже сами суждения Конфуция. А, Конфуций. Сами суждения Конфуция. Конфуцианцы собирали огромное количество канонических книг. Они были одни из первых библиотекарей. Книжная культура Китая основана благодаря во многом конфуцианцам. То есть, Конфуций, как и Лао Цзи, это фигура чуть ли не уровня Сократа, Платона и Аристотеля для нас. То есть, это реально фигуры, которые построили китайскую культуру. Которая просуществовала довольно-таки долго, чуть ли не до конца 19 века. В таком, в общем-то, своем сильном воплощении. Несмотря на то, что ее завоевывали, некоторые люди ее, в общем-то, завоевывали местами. Несмотря на то, что были и исламские вроде бы даже, не знаю, как эти императоры, были и императоры монгольские. Но культуру это никаким образом не задело. То есть, опять же, получается, что китайская культура была очень сильная. И если бы... А не, конфуцианство, казалось, сильнее пишет. Не, конфуцианство хороший проект, этический, политический проект, который победил легистов, чистых прагматиков, чистых прагматиков в области политики. Конфуцианцы победили. И создавали уже такое свое нравственное государство по своему образцу, получается. Из конфуцианства ничего толком не выведешь. Ну, потому что, видимо, чувак этот, маргинал Анатолий, читал исключительно Лю Нью и Суждения и Беседы, игнорируя колоссальный пласт текста, включая пятикнижие, включая, не знаю, Весны и Осень и Господина Люя и многие другие работы конфуцианцев, которых ну просто дохера, и китайцы их до сих пор читают. Вообще-то. А почему нельзя считать, что в современной китайской культуре, нет, она есть, она до сих пор есть скриптонит, но просто сейчас по всем мире произошло смещение в сторону европейского мировоззрения. Ну, то есть, ну, например, коммунизм, который царит в Китае, это часть европейского мировоззрения. Это европейцы его изобрели, и возник коммунизм непосредственно в нашем западном мире, и поэтому, как бы, тут все перемешано стало. А конфуцией мочу не пил, кстати, да. В бумажном виде сохранить не получилось, их, в общем-то, к Санчакуандии все сжег. Ну, при этом колоссальное количество текстов все равно сохранилось. Ну, то есть, конфуцианский канон очень богат. Текстов конфуция не досталось. Говорят в весны и осени господина Люя, который мы сейчас все равно еще можем читать. Вроде бы он написал, но не факт. А вот колоссальное количество текстов, которые были порождены конфуцианцами, ну, их дофига. То есть... От Сократа тоже текстов не сохранилось, потому что он их не писал. Ну что, Сократ, получается, тупой чмошник? Окей. Как бы, ну, специфическое, да. Ну, правда, у китайцев была школа имен, спасибо. А вот школа имен как раз повлияла очень мало на развитие Китая. Спасибо за подписку, Гиллер Клинжевальд, ты с нами третий месяц. Да, забавно, что коммунизм изобрели европейцы, которые сами его не строили. Это действительно смешно. А в китайцев, конечно, была школа имен. Эх, а Торчинов говорил, что западной философии нужна восточная, потому что первая без второй обречена, пишет Тантал. Ну, Торчинов очень интересный мыслитель в этом смысле, я вам скажу. Торчинов написал множество замечательных книг, в которых вообще показывал, как восточная философия влияла на западную. Это вообще один из передовых авторов русских, которые показывают, что на Востоке философия была и была очень сильная. Торчинова я очень уважаю, я вообще-то учился на его кафедре в магистратуре, к сожалению, не застал его, но у меня к Торчинову, честно говоря, большое уважение к его книгам. Это, наверное, один из самых фантастических ученых именно. Я не знаю, как можно ли назвать его философом, но он может быть даже близок. Он ближе многих ученых к званию философа как раз. Но его обзоры различные, вообще всего, что связано с Востоком, это, конечно, мое почтение. Мое почтение Торчинова. Но с этой мыслью я не совсем согласен. Я не думаю, что западная философия обречена без... Опять же, в скобочках, восточной. Восточная тоже в скобочках, потому что восточной единой философии не существует. Обречена без западной. Вообще деление на запад-восток мне не нравится. Но, ну вот как раз, да, Торчинов мне все равно нравится. Торчинов замечательный. Была некая рудиментарная попытка, значит, получить логику. Ну, просто и у Конфуция была попытка получить логику. Ну, не логику, они разбирались с суждениями, они работали с языком. И Конфуция работала с языком, с именами. У него есть текст, посвященный именам, он не сохранился, к сожалению. А другие конфуцианцы работали с именами. При этом школа имен тоже работала с именами. То есть, знаете, с чем они работали? Они работали с тем, как строится высказывание. То есть, делали то, чем занимался Аристотель, с одной стороны. И потом, в итоге, чем начали заниматься аналитические философы. Только они делали это, ну, немножко раньше Аристотеля. И значительно раньше, чем, не знаю, Рассел и прочие замечательные, любимые маргиналом философы. Тут, конечно, вопрос, да. Кто круче, кто там не круче, кого можно назвать философом. У кого цитаты волка, а у кого не цитаты волка, конечно. Ну, фигня. Просто они были значительно раньше. Торговцы и экономисты поделили мир на Запад и Восток. Да, Ярик, именно. Но с точки зрения философии, это не имеет никакого смысла, к сожалению. И с точки зрения культурологии даже. Китайская и индийская культура очень разные. Единственное, что их прямо вот очень сильно объединяет, это только буддизм, который пришел из Индии в Китай. Где-то там, где-то вот на переломе первых веков нашей или не нашей эры уже. А что после этого видео? После этого видео у нас Чарльз Мэнсон. Эпический вопрос. Эпичный вопрос. В конечном итоге, значит, понятное дело, свои школы математической мысли тоже там были, но не получилось. В школу имен Цинь-Шихуанди тоже. Дело даже не в Цинь-Шихуанди. Проблема заключается в том, что они просто проиграли конфуцианцам. Конфуцианцам были сильнее. Перехуярил в итоге и закопал под стеной. При императоре осталось только школы лидизма. Значит, и некоторые вероучения, чисто религиозные. И так, в принципе, с почти любой цивилизацией, помимо того, что получилось из греческой цивилизации и немного индийской. В плане логики, в плане системы аргументации. Повторюсь. Чтобы доказать какую-то систему аргументации, уже надо пользоваться какой-то логикой. Да, правильно. Он как бы себя только что уничтожил. Вот все, друзья. Чтобы доказать логику, ну вот, нужно использовать еще какую-то другую систему аргументации, другую логику. Чтобы доказать другую логику, нужно доказать еще эту логику. И так до бесконечности. Все? Все, маргинал сам себя убил. Здравствуйте. Спасибо. Поэтому логика должна приниматься либо без доказательств, либо вот с такой бесконечной рекурсией. Должны следовать выводы о том, что та или иная система аргументации, она истинна. Какие истины? Условно истины, в скобочках истина, окей. Чтобы это не значило. Да, окей, чтобы это не значило, правильная оговорка по маргиналу, он правильно здесь сказал. Ну... И чем мы будем доказывать тогда, собственно, да? Я, по-моему, Квайн выдвинул такую проблему вообще, в принципе, это вообще не моя проблема. Я, кстати, не помню, кто ее выдвинул. Вот маргинал меня сейчас поправит. Это вроде бы, да, действительно был не Квайн. Кто-то из аналитических философов вообще поставил таким образом вопрос, что для доказательства одной логики нужна другая логика. Я читал его статью, но статьи я плохо запоминаю, даже название не запомнил. Не то чтобы автора. Я придумал ее в данном случае. Нет, у Квайна не было. У Квайна, может быть, и не было, согласен. Здесь мой косяк, но... Не помню, кто-то... Может, я перепутал Квайну с кем-то? Давно не читал. Вот. Просто я к чему? Я к тому, что это не совсем правильное использование термина Аксиома. Ну... А, окей. Ну, можно было просто сказать, ну, плевать, просто логика мне нравится. Я слово Аксиома, наверное, метафорически употребил здесь. Ну, так вот. Ну, то есть, зря к нему можно было гиприкаповаться у всех. О, маргинала со мной хайлайт вышел, это хорошо. Аксиома убеждение, там, не знаю, положение, которое принимается как изначальное. Неважно ли, тут как угодно можно было бы извернуться с этой Аксиомой. Ну, то есть, без разницы. Ну, да, собственно, это да. Ну, не очень правильно употребил, согласен. Окей. Ладно, переходим к следующей. Ну вот, друзья. Нормально. Не, на самом деле, я уважаю Анатолия, уважаю логику. И Анатолия, убер-маргинала, я тоже уважаю в целом. Но здесь, как вы понимаете, обоснование моего скептицизма, оно лежит вообще с разных сторон. И со стороны логики, и со стороны методологии, и со стороны вообще многих аспектов мира. Именно поэтому я абсолютный скептик. Потому что я, собственно, для себя ничего доказать не могу. Ну, да, у маргинала позиция, что работает, то и верно. Все. Ну, вот такую позицию я определенно тоже поверить не могу. И поэтому обоснование моего скептицизма проходит через критику и логики. Какой бы она ни была. Всех логик, всех логических систем. Вот, Джон Дой смешно написал. Если верить достаточно сильно, то это станет правдой. Ну, вот, получается, как-то да, так. Хотя, ну, понимаете, современная система логики, она очень сильная. Она включает в себя колоссальное количество элементов. И с ней знакомиться, наверное, да, хорошо было бы, приятно. Особенно в контексте современных дискурсов она во многом бы помогла бы вам. Ладно, поехали дальше. Я, наверное, сказал даже больше, чем следовало бы. Очень сильно хорошо прокомментировал вот этот вот отрывок. Ну, вот он, наверное, был один из самых сомнительных, знаете ли, для многих зрителей. Многим могло бы показаться, что маргинал меня даже уделал прям вот там вот. Ну, вот я дообосновал. И почему он даже сам себя немножко опроверг в конце. Что я, кстати, во время просмотра, ну, во время вот, когда я сидел там, я этого не заметил тогда. Ну, по сути, да, и сказал, высказал мою мысль. Доказать логику мы не можем. У нас есть постулаты, аксиомы, все. Все? Все. Ну, Влад, если вы сомневаетесь в своем сомнении, надо сомневаться в сомнении, в своем сомнении, сомневаться в сомнении, 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 в сомнении То есть его было бы разобрать для меня, ну, намного интереснее. Спасибо вам, что заказали это. Цитата Рыбникова прекрасна. Все всему подвергай сомнение. Да, шуе. А, этот отрывок действительно очень интересен. То есть рекурсия принимается в скептицизме за догму? Нет, Богдан, просто плевать. Нет, сомнение не догма, ты понимаете, в чем дело. А просто у человека, когда нет никаких убеждений, ну, все, до свидания. Вообще никаких рассуждений быть не может. Все дальше, что идет, ну, мы можем сомневаться в сомнении, можем не сомневаться в сомнении, можем рассуждать, можем не рассуждать, можем беседовать с вами, можем не беседовать, можем что-то доказывать, а можем не доказывать. Это все не принципиально. Это не догмат. Да, я же могу сомневаться в сомнении, могу сомневаться в том, что можно усомниться в сомнении, могу усомниться в рекурсе непосредственно. Просто это все поток мыслей. Очень большой, длительный поток мыслей. В каком смысле мыслей, тоже непонятно. В этом мы тоже можем сомневаться. И в том, что это поток, мы можем сомневаться. То есть мы никогда не останавливаемся в сомнении. Можно попробовать остановиться. Хотя нет, мы останавливаемся в сомнении, вероятно. Даже я, даже я. Не представляете себе. Это нормально. Нельзя постоянно сомневаться. А может быть и можно. Но я еще не пробовал постоянно во всем сомневаться.